коллеги здравствуйте еще раз спасибо что нашли время соединиться к нашему вебинару точнее демонстрации исходя из названия нашего вебинара у нас будут продемонстрированы решения для построения комплексных систем на базе платформы xprotec и в ходе нашей демонстрации мы рассмотрим решение по распознаванию лиц распознавание номерных знаков различной интеграции системами контроля доступа работы с транзакциями и это все в едином интерфейсе программ обеспечения smart клиент и так перед вами у нас интерфейс smart client это основной инструмент оператора для работы с видео помимо смарт-клиента в основном присутствует еще три дополнительных клиента один из них отвечает за управление это менеджмент клиенты также для оператора доступны еще два клиента для доступа через веб-интерфейс и через мобильные устройства основная презентация демонстрация у нас будет происходить непосредственно smart клиента так как предоставляет клиент полный инструментарий и возможности для работы с видео а также с интеграциями которые у нас присутствуют в системе так перед вами интерфейс smart клиента его можно разделить на несколько таких логических участков основное участок наибольший это рабочее место вывода камер также элементов интеграции с левой стороны мы можем наблюдать различные расставки которые у нас присутствуют системе объединенные по тематологическим признакам список серверов список камер которые у нас присутствуют в системе а также элементы интеграции которые вынесены на панель плагинов начнем пожалуй с самого интересного это система распознавания лиц система распознавания лиц последнее время очень большой интерес и неудивительно так как этот инструмент умелых руках позволяет решать много различных задач применение системы распознавания лиц возможно как система контроля доступа в ритейле в медицине конечно же это технология применяется в силовых структурах из сейчас большая популярность огромная популярность построения умных городов поэтому каждый уважающий себя город должен иметь систему распознавания лиц текущая ситуация которая сейчас у нас застигла в этот момент когда плавальное число людей по всей планете входят в масках внесло некие коррективы в систему распознавания лиц внесло в том что она стала неприменима или же не эффективна так как когда лицо больше чем наполовину закрытом система или вообще не детектирует лицо или же детектирует но не распознает это сподвигло разработчиков менять свои алгоритмы адаптировать их под текущую ситуацию и непосредственно продукт который сегодня мы будем демонстрировать это австралийского разработчика vix vision продукт называется imagus который полностью интегрирован в интерфейс milestone как вы видите оператору не требуется работать в дополнительных окнах все происходит через один интерфейс интерфейс мат клиента и оператор может наблюдать камеры которые у нас распознают непосредственно лица с возможностью выведения overlay или его стрытия элементы управления где мы можем наблюдать все наши тревоги производить поиск и добавлять непосредственно объекты в нашу базу данных в двух словах про стенд который у нас по распознаванию лиц присутствует я загрузил ролик который отснял на боб камеру я его промотаю вам в ускоренном режиме чтобы вы понимали что мы будем показывать ролик как вы видите мое лицо она в различных так сказать формах с маской без маски с полу прикрытым лицом и есть у нас объекты которых я добавил для большей реалистичности они у нас как и с маской так и без масок непосредственно мое заведение как объекта вы видите что я нахожусь без маски у меня 6 фактически одинаковых снимков и запущена система непосредственно распознавания как вы видите я получаю тревоги у меня заведены тревоги на распознавание меня список тревог быстро и удобно просматривается непосредственно смарт-клиента с возможностью быстрого просмотра события мы попадаем в архив когда у нас событие произошло и оператор есть возможность быстро просмотреть этот фрагмент видео если требуется оператору по какой-то причине сделать экспорт он одним щелчком переходит дополнительное окно где уже с помощью элементов работы с видеоархивом может производить различные операции в том числе и поиск система имагус построена на базе трекинга объектов все объекты которые попадают независимо кого есть они в базе или нет распознаются и хранятся в базе по ним мы потом можем производить поиск у имагуса присутствует два типа поиска первый поиск это обычный мы выбираем степень совпадения выбираем дату и выбираем камеры на которых вам требуется привести поиск в данном случае у меня заведено заведено две камеры одна из них рабочая которая представлена перед вами нажимаем что мы получаем мы получаем полностью все объекты все лица которые попадали у нас в поле зрения нашей камеры вы выбранный фрагмент времени если лицо совпадает подходит под точность совпадения у нас она подписывается и номином которые у нас заведено в базе данных регулируя таким образом степень совпадения мы можем увеличивать или уменьшать наши результаты которые нам выводятся системы весь интерфейс и магус построен по технологии drag and drop то есть это просто интуитивный интерфейс который позволяет быстро оператору по определенным объектам перетаскивая его в определенные поля производить поиск уже конкретно по тем объектам по фотографиях что у нас присутствует нашей системы снизу мы получаем результат на временной шкале определенный момент если оператор он наводит на таймбар видит изображение и может быстро перейти в тот аргумент времени в архиве когда происходило произошло это событие как вы видите с правой стороны я переместился в архиве до система распознала меня второй тип поиска который присутствует бумагу всем это поиск расширенный форенсик который позволяет искать когда у нас два объекта пересекалась между собой в данном случае я проведу демонстрацию на камере которая под это подходит сейчас у меня есть два объекта и меня интересует фрагмент когда эти два объекта пересекались между собой прошу прощения я эту камеру временно отключил сейчас я подключу чтобы можно было производить по ней поиск ярослав как раз находится сейчас да сейчас как раз демонстрация косвенная менеджмент клиента которое продемонстрирует как раз вот включение отключения камер это интерфейс который позволяет с едином интерфейс опять же управлять всей системой администратор управлять всей системой видеонаблюдения а также возможность управлять и настраивать аналитику которая интегрирована в данном случае покажу сразу же на примере что касается имагуса все что требуется с точки зрения настройки это включить канал указать количество камер указать количество пикселей на лицо и запустить систему вернемся в наш интерфейс смарт-клиентов и у меня отобразилась моя камера которая я включу нажимаем поиск в данном случае у меня сработал стандартный поиск который показывает два объекта на временной шкале по которым мы можем в определенное время где мы находились посмотреть это событие следующий поиск это расширенный поиск который позволяет задать дополнительные параметры для обнаружения объектов такие как время пересечения то есть меня интересует к примеру пересекались ли эти два объекта на этой камере в течение определенного времени для демонстрации я покажу время сейчас одна секунда и не получу результата так как у меня эти два объекта в пределах одной секунды не пересекались если я изменю наш временной интервал к получасу мы получим следующий интервал с отметками на временной шкале когда эти у нас объекты между собой пересекались если требуется найти дополнительные объекты которые косвенно пересекались с нашими двумя объектами опять же указываем нами интервал времени мы указываем галочку найти совпадение указываем опять же время и производим поиск да захватил большое количество объектов поэтому ресурсы немного ограничены но по результату у нас на временной шкале отобразятся все наши объекты которые находились с нашими двумя объектами которые мы указали в фотографии и сможем уже непосредственно дальше проводить свое какое-то расследование смотреть что именно происходило в момент пересечения между нашими объектами пока у нас как бы система осуществляет поиск у нас есть несколько вопросов подскажи пожалуйста в какой интервал времени будет удобно их задать ну мы договорились что все вопросы мы отвечаем в конце хорошо договорились вот поэтому да собирайте вопросы задавайте их ни один не останется без внимания на все ответим но уже в конце нашей демонстрации поиск наш завершился и как мы видим что у нас огромный перечень объектов которые пересекались с нашими интересующими объектами где опять же на временной шкале мы можем просматривать эти события в видеоархиве если какой-то объект нас заинтересовал или возможно мы его хотим добавить в базу это делается с помощью нажатия на саму фотографию и enroll files при добавлении объекта Imagus сравнивает все объекты которые у нас хранятся в базе и выдает вам наиболее подходящий объект который возможно похож на тот что мы добавляем к примеру данный объект на 2,55% совпадает с объектом охрана поэтому если он действительно совпадает с охраной мы можем добавить фотографии в существующий объект если не совпадает мы можем выбрать из списка уже тот объект те объекты которые у нас присутствуют в нашей системе или же если это новый объект соответственно создать его указав его имя добавив в группу к которой он относится и после этого он появится у нас в базе и все остальные распознавания уже будут производиться по этому объекту и если по ним настроена какая-либо тревога эта тревога будет появляться у нас в смарт-клевинге еще возможности предоставляет система Imagus это работа с архивом мы перейдем в вкладку архив перейдем в вкладку архив перейдем в вкладку архив расстроим наше видео у каждой камеры которая присутствует в системе создание закладок сделать скриншот сделать распечатку а также если интеграция позволяет у нас появляются дополнительные элементы которые в случае системы распознавания лиц позволяют нам распознать лицо которое у нас находится непосредственно в кадре в данном случае у меня проблема с ресурсами одну минуточку я камеру отключу Система у меня распознавания крутится ноутбуки которые не столь производительные поэтому могут быть небольшие заминки не будет я тогда пока отвечу на вопросы которые не требуют инженерных компетенций Значит, аналитика в данном случае, то, что мы демонстрируем, это программная аналитика, то есть это модуль распознавания лиц, который работает на сервере. Он может использовать любые камеры. Если касаемо аналитики, то нам на текущий момент неизвестна аналитика по распознаванию лиц, которая бы хорошо работала на камерах. То есть мощности камеры все-таки не позволяют работать с полноценной аналитикой по распознаванию лиц, потому что это требует больших вычислительных ресурсов, которые у процессоров камер пока еще нет. То есть детекцию может осуществлять, соответственно, камеры на своем борту, детекцию лиц, но распознавание полноценного и сравнение с базами внешними камеры пока делать не могут. Поэтому это однозначно программная аналитика на отдельном ресурсе, и она использует еще для большей эффективности, необходимо устанавливать на сервера как раз видеокарту. В данном случае у нас обычный ноутбук рабочий, то есть это не сервер. Почему, соответственно, сейчас у Ярослава отключают камеры? Потому что у нас ограниченные аппаратные ресурсы, и тем не менее, эта аналитика для нас, мы ее можем использовать как демонстрационный стенд. С точки зрения использования камер с детекцией, будет ли улучшение работоспособности? Этот вопрос я адресую Ярославу. У нас также есть несколько вопросов по поводу того, что будет, если объект будет в шапке, очках, маске, и какой процент распознавания на этот вопрос будет? Да, как раз, да, у меня продемонстрировано, что я в очках шапки. Пока сейчас система, надеюсь, придет в себя. Скажу, что если я нахожусь без очков шапки, то распознавание с моей базовой фотографией порядка 99% идет. Если я надеваю шапку, он опускается порядка 90%, если очки, то до 85%. То есть, в принципе, как бы есть понижение точности, но оно не столь критично. Если мы уже будем говорить о маске, то здесь уже точность идет порядка 50%, то есть процентов соотношения. Опять же, система работает на основе, так называемый, best shot, то есть выбирает те снимки, которые максимально подходят по качеству, по различным параметрам и сохраняет их. То есть, может быть, когда вы видите, что это один и тот же человек, но у него как-то там немного повернуто лицо или как-то тень упала, то, опять же, может не точно распознать. Но если это все происходит, опять же, в движении, то аналитик автоматически выберет именно тот снимок, который максимально подойдет как для заведения в базу, так и для произведения поиска данного объекта. Есть еще вопрос. Система со своей базой данных находит или работает с видеозаписями и по поводу лицензирования по количеству камер? Как и любая система распознавания лиц, она работает с живыми потоками камер, которые подключены к этой системе. Базы данных создаются внутри каждой системы, внутри, соответственно, в данном случае, имагуса. Если необходимо осуществлять сравнение лиц с внешней базой данных, то необходимо организовать обмен между этими базами данных. И в реальных объектах это делается различными способами. То есть наиболее частый вопрос – это безопасные города, это распознавание лиц, злоумышленников. И, естественно, этими данными не обладают коммерческие заказчики. Эти данные есть только у силовых служб и силовых структур. Например, если необходимо распознавать лица мошенников в торговых центрах, то в этом случае, если собственник торгового центра знает, что данные люди уже были замечены как мошенники, и он может их выделить, то тогда при появлении такого человека на объекте, на торговом центре, будет операторам выдана тревога. Если необходимо, по сути, идентифицировать, кто этот человек, это не просто какой-то мужчина или какая-то женщина, нужно знать имя, фамилия, то тогда необходимо будет сделать экспорт этих данных и обратиться в правоохранительные органы. Если, согласно нормативным требованиям, этот объект будет находиться в зоне повышенной внимания силовых структур, то, соответственно, здесь необходимо будет делать эту интеграцию между базами данных лиц и людей со стороны силовых структур и коммерческого объекта. То есть, на самом деле, производителей программного обеспечения в этом вас никак не ограничивают, но сам момент организации обмен базами – это уже такая конфиденциальная информация, которая делает интегратор непосредственно в рамках работы над проектом. Еще вопрос. Сколько каналов распознавания поддерживается? Ну, как бы ответить можно, как это неограниченное, столько, сколько позволят ваши ресурсы. Технические моменты, сколько требуется GPU, какая производительность – это уже прокомментирует Ярослав. Да, в принципе, система без каких-то либо ограничений, все зависит от аппаратных ресурсов. Сейчас, к сожалению, пока у меня не получается показать то, что я хочу. В целом, я думаю, немного позже я проверю, возможно, немного система отойдет, и я смогу показать непосредственно работу с архивом, распознавание лиц в архиве и непосредственно поиск в архиву с определенными отметками, что позволяет оператору быстро оперировать объектами, которые у нас распознались. Ярослав, продолжаем или ответим еще на три вопроса, потому что вижу, что система распознавания лиц вызывает очень большой интерес у наших коллег. Значит, вопрос такой, какой объем базы данных, сколько тысяч лиц используется в тесте? Ну, в тесте у меня используется, ну, порядка, здесь, не знаю, 20 лиц. Да, ну, вот все лица, которые у меня есть, это порядка 20 объектов, ну, и в каждом объекте там по-разному. То есть, где одна фотография, где... А сколько лиц мы можем работать в живых проектах? В принципе, каких-то либо ограничений, опять же, все упирается в ресурсы. База данных, которую использует данный аналитик, это Postgres, опять же, каких-то с точки, ну, со стороны базы данных ограничения нет. Очень хороший вопрос. Насколько ресурсоемкий алгоритм распознавания лиц из расчета на один канал? Используется ли GPU или распознавание... Да, 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 используется GPU, оно рекомендовано, так как распознавание на процессоре. Оно влияет на точность и на скорость. Вот, однозначно используется GPU. Это видеокарты NVIDIA CUDA. Вот, на один канал... Ну, в данном случае у меня стоит мобильная 940-я версия, вот, слабенькая. Ну, если все лишнее позакрывать, один канал можно распознать. В целом идет использование видеокарт, это 1050, 1070, 1080, 1660, 1650. И если это уже большие какие-то объекты, то это серверные видеокарты NVIDIA. Это 4000-я, 6000-я, 200-я и так далее. Опять же, здесь масштабируемое решение, и на один сервер, в зависимости от количества карт, можно вытягивать 200-300 каналов. Есть еще вопрос. Каковы примерные системные требования, допустим, на 5 или 10 каналов? Какой движок базы данных используется? Можно использовать единую базу данных на множестве разных объектов? Да, можно использовать. Это распределенная система. Она позволяет между собой объединять, или использовать раздельно, или объединять распределенные базы данных единой системы в одно целое. Это первый ответ. База данных — это постгрыз, как я уже говорил, для тестирования на 5 камерах. Достаточно 4-ядерного i7, 16 гигабайт оперативной памяти, SSD-диск и карта 1050, в принципе, подойдет для этих задач. То есть, опять же, 5 камер, здесь нужно понимать, какое разрешение, какое количество кадров в секунду мы будем распознавать, и опять же, поток объектов, которые у нас присутствуют в поле зрения нашей камеры. И еще вопрос. Как осуществляется поиск лиц в истории? Насколько быстро? Да. Поиск лиц в истории осуществляется, в принципе, быстро. Добавляются, опять же, с помощью drag-and-drops, там, с любого места в нашем плагине, выбирается уровень совпадения, который нам требуется, и нажимается поиск. Сейчас, надеюсь, он у меня пройдет. Можно ли посмотреть... Вот, как раз результат поиска по архиву. Вот я указал наши две фотографии, мои две фотографии. И там, где объект удовлетворил уровень совпадения, появляются вот такие вот метки, которые указывают, где непосредственно был объект. Можем просмотреть сразу же тот момент, когда распознался человек. Перейти в архив, просмотреть его. И сейчас, вероятнее всего, я смогу вам продемонстрировать непосредственно распознавание в архиве. В принципе, давайте я попробую проверить еще немного позже по распознаванию в архиве. Сам процесс поиска по архиву, он довольно простой, как я уже показал. Мы просто перетаскиваем лица, которые нас интересуют, и нажимаем поиск. Майлстон автоматически перейдет в архив и проведет поиск непосредственно тех лиц, которые нас заинтересовали. Здесь не происходит обработка полного архива, здесь идет работа с базой данной, непосредственно с текстовым, так сказать, слепком лица. То есть вся информация, которая хранится в базе, это не фотографии. Это текстовая подпись, так сказать, лица. И происходит просто сравнение между тем, что мы указали, и то, что хранится в базе. И просто потом вводится все в виде меток в наш архив. Производить быстрый поиск можно, опять же, непосредственно самого архива. Если бы у меня все-таки лицо здесь определилось, был бы overlay правой кнопкой мыши, я бы смог, опять же, лицо с базы архива добавить непосредственно в свою базу данных, сохранить этот скриншот я бы смог и добавить непосредственно в поиск по архиву. То есть если меня, к примеру, интересует какой-то человек, он не распознался, я его добавил в поиск, и уже как бы совпадения, какие у меня тут появляются, и вот образились бы в архиве. Сейчас еще небольшая попытка последнюю. Если не распознается, пойдем дальше, я под конец постараюсь. Вот. Случилось. Вот таким вот образом происходит совпадение отдельных объектов. Это может быть один объект или может быть несколько объектов. То, что проверялось мной, футбольная команда с одной фотографией распознавалась, то есть детективы слиться, были overlay, если, соответственно, они есть в базе, они выводятся с подписью и с процентом тот, который распознался. Правой кнопкой мыши у нас есть возможность сразу завести этот объект в нашу базу, добавить в поиск или же сохранить скриншот. Как пример, я добавил в поиск, указал ограничение совпадения и... По архиву у меня происходит наш поиск. Опять же, наводя на вот эти марки, мы получаем уровень совпадения. И мы можем перейти в этот фрагмент для просмотра нашего видео. Опять же, добавление базы может происходить непосредственно с архива. Также есть возможность добавлять его через меню объекта. К примеру, опять же, мое лицо. Как вы видите, фотография и по освещенности, и по положению лица отличается, но все равно же я получил 99,4% совпадения. Ну, здесь, как и в предыдущий раз я вам показывал, есть возможность обновить базу данных нашего объекта, добавить какому-то другому объекту из выпадающего списка, или же добавить как новый объект, указав его группу принадлежностей, и от этого уже получать те или иные тревоги в нашей системе. Продолжим дальше. Пару слов о инфраструктуре, где возможно применение системы распознавания лиц, точнее, на каких аппаратных платформах оно работает. Система работает на платформе Windows, на платформе Linux. Будет поддержка ARM-платформ от компании NVIDIA, таких как Savier, с интегрированной графической картой 1080, если не ошибаюсь. И производитель, гендер, заявляет на таком маленьком устройстве возможность распознавания до 10-2-мегапиксильных потоков с 15 кадрами в секунду. Как видно, опять же, интерфейс полностью интегрирован в Mailstone. Присутствует свой отдельный интерфейс. Есть стендалон клиент. Который позволяет интегрировать не только камеры с системой Mailstone, а также с внешних каких-то систем и также генерировать различные события для интеграции в сторонние системы. То есть это универсальный продукт, который можно подключить практически куда угодно. Клиент выглядит точно таким же образом, то, что мы видели в смарт-клиенте. То есть у нас есть меню, поле, где у нас отображаются наши тревоги. У нас есть возможность производить поиск. Опять же, интерфейс работает по типу drop-and-drop. Мы можем производить поиск наших объектов. Но здесь нет доступа к архиву. На примере камеры есть возможность отображать поток. Есть дополнительные такие функции, как скрыть лицо, забурить, если мы придерживаемся GDDR. И не требуется раскрывать лицо того, кто действительно под этой маской находится. И работать опять же с объектами, которые присутствуют у нас в базе. Добавлять, удалять, смотреть. То есть это очень удобно использовать, когда, к примеру, требуется небольшой пост, где оператору требуется вывести только клиент, только там группу определенных тревог и все. И больше ничего. То есть запретить, к примеру, добавление фотографий, удаление фотографий, поиск объектов. То есть есть поддержка многопользовательская, где мы можем гибко назначать права кем или иным нашим пользователям, чтобы строить те или иные функции от нашего атератора. Следующий. Вернемся на нашу вкладку живого просмотра. Система распознавания лиц более-менее разобрались. Видите, что система распознает лица независимо от типа освещенности, от прикрытия, шапка, очки, маска. Опять же, это все влияет на степень распознавания, но система довольно точно, с вероятностью больше 50% выдает результат. Следующая интеграция, которую я хотел бы вам продемонстрировать, это интеграция с системой контроля доступа. Перейдем на наш непосредственно демо. Как мы видим, отображается камера. С правой стороны у нас идут события системы контроля доступа. Mailstone с помощью Access Control плагина поддерживается интеграцию с многими системами контроля доступа. Из популярных на рынке СНГ это Valid, Segur, Parsecnet, которые позволяют осуществить двухстороннюю интеграцию в систему Mailstone. Опять же, оператору не требуется работать в нескольких окнах, а получать в едином интерфейсе все события, которые происходят с системой контроля доступа, попадают в Mailstone. Отображается это следующим образом. Оператор видит карточку объекта, которую заведем на стороне системы контроля доступа. Видит описание, видит разрешен ли доступ, время прохода. Интерфейс интерактивный. Выбрав ту или иную карту объекта, мы попадаем в архив в то время, когда у нас этот объект запрашивал права доступа. Если требуется произвести более глубокий детальный анализ по видеоданным, мы нажимаем на поиск и попадаем в окно Access Control. Пост обработки, пост анализа наших событий, где в данном случае по CarColder 0 мы видим все наши события и происходили в системе. Быстро здесь у нас есть возможность по заданию временных интервалов произвести поиск. Здесь у нас несколько дверей указать, по какой именно произвести наш поиск и непосредственно типы событий, которые нас интересуют. Выбрав непосредственно события, мы можем просмотреть наш архив с помощью быстрого доступа в панели управления, создать, к примеру, закладку, просмотреть, перейти в режим поиска, в котором я расскажу немного дальше, сделать скриншот или распечатку. Если у нас камера, опять же, заведена в систему контроля доступа, у нас есть возможность произвести распознание объекта, который присутствует у нас на нашем видео. Как я уже говорил, интеграция двухсторонняя, поэтому оператор, который работает за системой Mount Stone, может управлять дверью, проходом. И если, к примеру, он видит, что человек прийти не может, но все-таки доступ у него есть, у него есть возможность разрешить или запретить доступ удаленно в точке прохода. Также этот плагин, когда мы перейдем к картам, имеет свой вывод на графические интерфейсы именно карты, которые, опять же, интерактивны, где в реальном времени мы можем отслеживать состояние нашей двери, получать тревоги, соответственно, дополнительные какие-то графические отображения, которые позволяют оператору как бы более лучше ориентироваться в ситуации. Перейдем к следующей закладке. На данном этапе, на данной закладке мы продемонстрируем вам интеграцию с транзакциями. Интеграция с транзакциями в основном применяется в сфере применения. Это такие, как интеграция с посттерминалом, это интеграция, может быть, также с банкоматами, с считывателями штрих-кодов. Может применяться как в ритейле, так и, к примеру, в логистике. В банковской сфере в чем она заключается? Молосун принимает все данные, которые идут по определенным соединениям, это может быть или комп-соединение, или IP-соединение, получать текстовую информацию, парсить ее в соответствии с заданными шаблонами и выводить в следующем виде с наложением на камеру, которую мы подвязали. Что в итоге это нам дает? В реальном времени мы можем мониторить то, что у нас происходит непосредственно на каком-то из объектов. А перейдя опять же в закладку «Постобработки», можем вывести все транзакции, которые производились у нас за определенный период. Сейчас у нас закончится поиск. И мы можем просматривать нашу текстовую транзакцию с наложением на видеоархив. Если требуется что-либо найти непосредственно специфически и более точно в самой транзакции, это не проблема. Вводим текстовую информацию, которая нас интересует, и видим, что результат у нас присутствует в каждой нашей транзакции. Опять же из дополнительных опций это быстрый выбор времени предустановленного, или же можно задать основный интервал и непосредственно работать с определенным источником, который присутствует у нас в системе. Опять же говорю, что неограниченное количество источников может быть заведено в нашу систему. Распознавание номерных знаков. Система распознавания номерных знаков в данном случае представлена модуль от компании Mountstone. Это родной их модуль, который, опять же, полностью интегрируется в интерфейс Smart Client. Выглядит он по аналогии с системой контроля доступа. У нас есть рабочая область непосредственно вывод камеры. И с правой стороны мы получаем список всех номерных знаков, которые попадали и которые распознаны в поле зрения нашей камеры. Что мы можем видеть с правой стороны у нас отображается информация, какая страна. В данном случае у меня страна Казахстан. Поддерживаются более сотни стран. И есть возможность использовать нескольких шаблонов разных стран одновременно. То есть, если у нас какой-то пограничный город, мы можем подключить неопределенное количество шаблонов разных стран и распознавать номера соседних стран, которые у нас больше всего присутствуют на территории. Дополнительно мы видим под страной принадлежность к списку. В данном случае у меня есть, видимо, сразу несколько списков. И мы видим, что у нас определенные номера относятся к определенным спискам. или же анлисты, то есть не относятся к никакому спискам. Выбрав определенный номер, мы попадаем автоматически в видеоархив, где у нас этот номер распознался. И мы можем быстренько просмотреть, этот ли номер, что было до распознавания и что было после распознания. Если требуется произвести поиск уже более глобальный, мы переходим на закладочку постобработки, которая отвечает за LPR. И по этому номеру просмотреть все трилоги, какие у нас присутствуют. Сразу же у оператора с интерфейсом Outstone есть возможность добавлять номер в определенный список, который у нас заведен в системе. Есть возможность управлять этими списками, если, опять же, разрешено в системе. Outstone построен таким образом, что, в принципе, все элементы, которые отображаются, что со стороны менеджмента клиентов, что со стороны смарт-клиента, есть возможность разрешать или запрещать их оператору. Что очень дает возможность гибко все-таки настраивать и тонко разграничивать право доступа между различными операторами. У нас есть возможность сразу же посмотреть наш список, какие номера добавлены, оперировать этим списком, удалить, добавить или сделать экспорт, если у нас подготовлены, к примеру, какой-то файл со стороны базы. Ну, из дополнительных опций у нас, опять же, есть предустановленные интервалы времени, по которым надо искать. Можем выбрать страну, если у нас их несколько, в видеоисточник. И также поиск непосредственно по определенному списку, который нас интересует. Сейчас номер забит. Если, к примеру, нам неизвестен номер, известно, всего лишь какая-либо часть, поддерживается возможность указания частичного номера. И у нас выпадут, отобразяются все совпадения, где включается номер 313. Вернемся обратно. Как вы видите, на данной закладке есть возможность, кроме выведения различных модулей интеграции, дополнительно выводить веб-элементы непосредственно в смарт-плиентах. В данном случае у меня выведен сайт-демо-версия Access to Reporters, который отвечает за статистические данные для бизнес-аналитики, там, еще посетителей, и по различным формулам генерировать различные отчеты можно. Интеграция с графаном, которая позволяет вам, к примеру, выводить, опять же, какие-то данные с датчиков, выводить, опять же, какие-то статистические данные. Все это кликабельно, то есть оператор, опять же, без надобности открытия веб-браузера позволяет ему полностью работать в едином интерфейсе смарт-плиент. Возможно, вы заметили, что на двух камерах, которые у нас присутствуют, есть такие глуры, зоны приватности. У Маустоуна их два типа есть. Один тип стандартный, который, как бы, у всех есть, это перманентный, который позволяет просто указать какой-то там треугольник, квадрат с сплошным цветом залить его. И так он будет отображаться и писаться в архив. В Маустоуна шагу немного дальше. У него второй тип появился масса приватности, так называемый динамический тип, который, опять же, позволяет оператору, если у него есть трава, убрать эту маску. Как мы видим, у нас маска наша ушла, и мы видим полностью, что происходит под ней. Какое преимущество данного типа маски? Оно позволяет использовать всю наличку, которая требуется, которая применяется к данному каналу. То есть, если за маской происходит движение, оно будет детектироваться. Если там за маской пересечения линии, они будут детектироваться. То есть, видео пишется без изменений. А тем, кому не требуется видеть более детально, что происходит с этой маской, выводится уже непосредственно со своей наложенной маской. В случае с постоянной маской вся аналитика, которая применяться будет, она не будет применяться за зоной постоянной маски. И писаться будет в архив непосредственно с этой маской. Перейдем на следующую закладку. Закладка карты. Какая же открытая платформа без карт? Моустонный этаж здесь предоставляет выбор заказчикам, партнерам. вариант использования двух типов. В данном случае это обычные карты, которые позволяют использовать подложку различных форматов, выводить на нее различные элементы, которые у нас присутствуют в системе. В данном случае у нас выведены камеры, интеграция с системой контроля доступа, то есть в реальном времени мы смотрим, следим за состоянием нашей двери. Видим индикацию, то есть если у нас присутствует индикация, значит какое-то событие, какая-то тревога произошла на данной камере. Все элементы у нас интерактивные и питабельные. У нас есть возможность быстро перейти в режим просмотра живого видео. Если мы немного растянем, у нас сразу же появится доступ к просмотру архива, где мы уже сможем произвести экспорт, быстрый просмотр того, что случилось, сделать некую закладку, создать букмарк или произвести какие-то дополнительные элементы, которые нам предоставляет Малустон. Что касается системы интеграции со SCUD, правой кнопкой мыши мы можем управлять с карты нашими точками прохода. Дополнительно выводятся различные элементы управления внешними устройствами. Как вы знаете, у камер присутствуют порты ввода-вывода. Эти элементы могут выводиться опять же на карту. И оператор может управлять сторонними устройствами, которые подключены непосредственно камерой, или же это устройство интегрировано непосредственно в Малустон, как устройство ввода-вывода производства Аксис. И оператор непосредственно с карты может управлять нашими устройствами. Второй тип карты это умные карты. Смарт-мапс. Эти карты представляют себя следующим использование дискарб. Есть поддержка OpenStreetMap, Bing и Google. В данном случае у меня используется Bing, бесплатная его, так сказать, версия. Сейчас он подгрузится. на эту карту как и на обычную карту мы можем выводить элементы, которые присутствуют у нас в системе, в данном случае это камеры. Есть возможность создавать различные точки, связывать обычную карту со смарт-картой, а также строить схематические поэтажные типы зданий с подложками. В данном случае у меня расположены камеры. По двойному щелчку я могу перейти и просмотреть живое видео, опять же по аналогии перейти в просмотр архива. Работает у нас выделение. Если нам требуется просмотреть группу камер, мы можем просмотреть группу камер синхронно в живом режиме или же в режиме проигрывания. Опять же, если требуется группу камер экспортировать определенный участок, нам не требуется опять же куда-то переходить, все можно сделать непосредственно с этого окна. Пример связки смарт-карты с обычной картой. где мы наблюдаем опять же все элементы, которые выведены у нас на карту. Опять же можем просматривать что у нас происходит, просматривать архив, управлять системой контроля доступа или внешним устройством. Как я говорил, есть возможность у нас строить схему зданий. Сейчас я нажал на так называемую ссылку перемещения на другую область карты, где у меня опять же расположены наши карты и есть здание, которое схематически разнесено по этажам. На этих этажах мы можем размещать опять же наши камеры, делать какие-то ссылки переходы, что очень удобно в случаях к безопасному городу или большим распределенным системам видеонаблюдения на объектах. Следующий функционал, который хочу продемонстрировать, если видите, с левой стороны у меня нитый значок. Сейчас я продемонстрирую, что это. Как вы видите, я свой телефон превратил в камеру видеонаблюдения, подгрузил на нее систему распознавания лиц. Это все происходит в режиме онлайн. Сейчас я одену маску. Как раз мы попробуем распознаться. Вот как-то так. Эта технология называется VideoPush, которая позволяет с мобильного телефона превратить с помощью SmartClient Mobile в обычную IP-камеру. если есть права на использование этой технологии, оператор, особенно если это большая территория и требуется охране обходить территорию мобильной группы, с помощью этой технологии, если какой-то инцидент произошел, охрана может зайти в мобильное устройство, передать видео оператору. Есть поддержка двухстороннего звука в пусту толк, поэтому они могут между собой переговариваться. и вот это все видео становится частью архива. Что очень удобно, если что-то у нас произошло, камера, к примеру, может не охватывать определенную область, с помощью мобильного телефона мы можем зафиксировать нарушение, что дальше станет частью нашего видеоархива и можем производить различные операции над этим видеоархивом, экспортировать его и передавать куда-нибудь дальше. Сразу снизу у нас представлен элемент тревоги, есть отдельно выделенная закладка централизованного поиска и работы с тревогой. В данном случае выведено быстрое отображение тревог, что у нас происходит в системе. Выбрав определенную тревогу, автоматом попадаем во время, когда эта тревога у нас произошла. Видим описания различные, видим, как отображается тревога по распознаванию лиц. Если мы перейдем в данную тревогу, откроется дополнительное окно с описанием этой тревоги. Какой объект, когда распознался, дополнительные инструкции и полностью весь список активностей, которые происходили над этой тревогой. Когда она создалась, какой у нее кид, если я ее закрою, отобразится, что я ее закрою. Можем дать дополнительный комментарий к тревоге, сменить ее статус. А если, к примеру, у нас нет прав на изменение статуса тревоги, или мы не можем ее обработать или закрыть, есть возможность передать ее на обработку другому оператору, у которого больше прав, который непосредственно может обработать или закрыть. В принципе, происходит такая коммуникация между операторами, даже если они не сидят, к примеру, рядом. Если я отправлю эту тревогу другому человеку, то он ее получит и сможет уже дополнительно обработать, дать свои комментарии и закрыть. Во время, когда мы перемещались между закладками, возможно, кто-то обратил внимание, что у нас отображаются периодически на камерах различные оверлейки в данном случае. Это пример интеграции видеоаналитики защиты периметра от израильского производителя Agent.io. Продукт называется SAVI. Позволяет создавать различные правила по защите периметра, разделяя объекты на людей, автотранспорт и объекты в плане оставленных объектов, защиты объектов, генерировать различные правила, которые мы создаем. Сейчас я перейду в интерфейс Agent.io, чтобы вам показать больше, какие правила возможны, что мы можем создавать и что мы можем получать непосредственно вы маус тонн. Данная аналитика интегрируется на уровне событий, то есть для настройки аналитики требуется зайти через свой клиент, он у меня установлен удаленно, в принципе это сетевой клиент, может быть установлен в любом месте. Выглядит он следующим образом, список подключенных камер уже с установленными правилами обработки. Эти камеры и видеопотоки мы берем непосредственно с Маустоун, то есть идет интеграция через Маустоун, если не требуется брать отдельные потоки непосредственно с камерой, что очень удобно, когда, к примеру, у нас камеры защищенные сети, доступ у нас только через видеоменеджмент систем, через систему видеонаблюдения. Опять же, плюсы в том, что мы дополнительно не нагружаем наши каналы, не нагружаем наше серверное оборудование, сетевое оборудование. Все каналы, которые у нас подключены к Маустоун, мы можем подключить в систему Agenda пляжи, назначить правила работы определенных аналитиков. Какие типы правил у нас существуют? В данном случае у меня вторжение в зону настроено. Если мы выберем добавить правила, у нас есть, как я говорил, три типа объектов. Объекты оставленные и защита объектов. Это транспортные средства и непосредственно люди. Если мы выберем тип люди, у нас есть возможность настраивать правила по вхождению в зоне, пересечению линии, проход один за одним, бизнес-аналитика это подсчет посетителей, защита периметра это разношатание и различные по типу правила это столпотворение и занятость определенной зоны по определенным процентам это опять же частный случай собрания толпы в указанном участке. Если мы выберем транспортные средства, у нас есть возможность опять же задавать правила по движению в зоне, пересечению линии, проезда один за один, подсчет транспортного средства, определение средней скорости и остановка транспортного средства в неположенном месте. И по типу объекта есть возможность защиты объекта, оставленные предметы детектировать и детектировать смену света светофора. Эти все правила между собой позволяют, можно создавать логические связки, поэтому правила типа загорелся красный светофор, пересекла машина линию, будет генерировать одну тревогу оператору, который по ее типу уже поймет, что есть нарушение проездного красного света. Следующая возможность, которую предоставляет нам Agent.vi это возможность быстрого поиска по архиву. Данное программное обеспечение, если требуется, может быть интегрировано в Smart клиент, но только на данный момент это 32 2-битная версия, у меня установлена 64-битная, поэтому я не смогу продемонстрировать этот интерфейс в Smart клинике, но он есть, в Smart клинике мы получаем непосредственно то же, что видим сейчас, но опять же в операторе есть возможность работать с одного интерфейса. Что нам дает использование этого инструмента? Мы выбираем камеру, выбираем период времени, выбираем тип объекта, выбираем его поведение, к примеру, пересечения линии, указываем точность совпадения, к примеру, нас интересуют объекты, которые пересекли эту линию в определенном направлении. нажимаем поиск, получаем результат. Перемотаем немного ближе непосредственно к моменту, когда наш объект пересекал нашу линию. У меня два одинаковых объекта, так как видео у меня идет циклическим, поэтому есть вероятность того, что будет один и тот же транспортным средством, движущие средства, которые были у нас в кадре больше пяти секунд. Опять же получаем список всех транспортных средств. Из дополнительного мы можем просмотреть непосредственно пути следования траектории движения этих объектов. Выбрав любую из траекторий, двойным щелчком мы переходим в архив, смотрим непосредственно как этот объект перемещался на нашей камере. Есть возможность строить хитмап по различным параметрам. Он опять же кликабельный, интерактивный, выделяем любую зону, которая нас интересует и видим все объекты, которые у нас именно в этой зоне попадали именно в нашу зону. Есть возможность все просмотреть одним видеорядом. и сэкспортировать наши видео для дальнейшей обработки. Из дополнительного есть возможность задавать и параметры этот цвет и размер. Выберем красную машину, перейдем в просмотр, и просмотрим непосредственно что у нас образилось в нашей машине. Изменяя различные параметры как точность, мы можем фильтровать наименее подходящие варианты. Но в любом случае из большого количества событий, которые потребовалось нам бы обработать или же просмотреть огромное количество часов видеоархива, с помощью данного решения у нас нет возможности найти иголку в стоге сена, но аналитика позволяет нам этот стог сена гораздо сделать меньше, что уже дает возможность оператору более быстрее и проще найти то, что его интересует. Вернемся к Майлстоуну. Следующая закладка Playback. Как понятно с названия она отвечает за работу с архивом. То есть все, что касается архива, мы можем производить непосредственно с этой закладки. Сейчас я для примера выберу камеру, которая у меня пишет архив. То есть у нас есть возможность синхронного воспроизведения архива между камерами, быстрый переход в определенный временной интервал, задание временного интервала вручную, задать возможность различной степени прокрутки, возможность покадровой перемотки, ну и самое главное это экспорт. мы можем быстро и гибко перейти в экспорт. Как вы видите, когда мы выбрали, создали наш интервал выбора, у нас есть возможность выделять те камеры, которые нам требуется добавить к экспорту. Когда мы нажмем экспорт, у нас появляются эти две камеры в списке для экспорта. Экспорт у Маустон есть трех типов. Первый тип это самораспаковающийся формат собственный плеер, которому неважно, есть ли там на компьютере, куда вы переносите его, установлен ли плеер, установлен ли кодек, у вас откроется интерфейс смарт-клиента с экспортированным видео, где вы сможете работать непосредственно как в самом смарт-клиенте. Преимущество данного плеера, данного типа экспорта в том, что мы опять же независимо от каких-то кодеков наличия плеера, мы видео можем шифровать, защищать паролем, применять цифровую подпись, добавлять какие-то свои комментарии, а также запретить реэкспорт с этого плеера. Это более защищенный плеер и рекомендуем к использованию особенно в правоохранительных органах. Следующий тип экспорта это у нас тип обычных файлов, широко распространенные форматы. По умолчанию умолостоун есть поддержка двух типов форматов, это AVI и NKV, но при установке кодеков на рекординг сервер у нас есть возможность расширить данный функционал. Мы можем скачать CLI кодек пак, установить его и расширить наш список. Дополнительно есть возможность для уменьшения объема архива сделать некий груминг, разреживание кадров включить временную метку в наш экспорт. Третий тип это простая раскадровка, то есть у нас есть возможность нашего видеоряда вбить картинки и сохранить. Следующая закладочка Search. Те, кто работал с Макстон до 2019 года, на этом месте находили другое название. Это был Сикус Explorer, к примеру, если я не ошибаюсь уже точно. В 2019 году в версиях он заменился на Search. Это движок для поиска всех событий, которые присутствуют в системе. Также решения, которые интегрируются на Search. позволяют централизированно искать по своим же событиям то, что требуется найти оператору. На примере LPR я продемонстрирую, как это происходит. Мы выбираем при выборе, да, у нас уже есть некоторые интегрированные решения. Рабочие из них это настройство наустоновский LPR. мы выбираем тип. Сразу же у нас идет полностью список по нашему временному интервалу список всех событий, которые относятся к распознаванию номерных знаков. Можем выбрать сразу же тип. И у нас количество наших результатов уменьшится. Дополнительно, если это требуется, можем произвести поиск непосредственно по самому номеру. Если мы выбираем нашу наш результат, можем просмотреть видео, просмотреть описание нашей трилоги, что у нас это черный список, номерной знак, какая страна, время. Можем выделить те фрагменты, которые нас интересуют, и опять же сделать быстро экспорт. все эти моменты поиска могут комбинированно использоваться, то есть не только по одному типу. Если мы выберем Motion Detection, укажем зону, к примеру, которая нас интересует для поиска, и получим результат с отметкой Overlay, когда у нас происходило движение в нашей зоне. Есть возможность у нас фильтрации и упорядочивания по различным параметрам от нового к старому и от старого к новому. Различные элементы управления отображением нашими иконками и также разметка временной шкалы, где мы можем выбрать тот или иной участок и просмотреть его. Сейчас бы я хотел вам показать два решения, которые показать не могу. Это аналитика на борту камер Axis и на борту камер Hanlan. Она представлена в виде роликов непосредственно в интерфейсе SmartPill. Я запущу вам видео. Просьба просмотреть. Прокомментируй, Ярослав. Прокомментируй, пожалуйста, ролик. Вот. Это одно из решений, которое позволяет на борту камеры производить распознавание номерных знаков с метаданами и дополнительно через пункт NeoSearch производить это централизованно с единого места по всем параметрам, которые у нас в виде камеры. И вторая часть это работа аналитики на борту камер Hanva. у Hanva вышла новая линейка камер с аналитикой на борту с возможностью поиска опять же и генерирования метадан по различным параметрам. Сейчас продемонстрирую продемонстрирую, как это выглядит. То есть есть у нас возможность искать по различным параметрам объект люди. Это женщина-мужчина, тип одежды, длинный короткий рукав, цвет. есть возможность искать транспортные средства опять же по цвету, есть возможность распознавания номерных знаков. Опять же все инструменты, которые позволяют оператору быстро находить в большом объеме видео, именно то, что ему требуется. И это все на борту камеры. увидите, на базе MouthStone нужно объединять различные решения и гибко ними оперировать. Как пример, на базе номерных знаков хочу продемонстрировать еще одно решение от украинского разработчика Vesha. которое опять же полностью интегрировано в систему видеонаблюдения MouthStone. Позволяет распознавать номерные знаки, выводить дополнительную информацию, определять направление и цвет автомобильного транспорта и выводить дополнительную информацию со сторонних баз данных и описание транспортного средства, которое у нас было распознанно. Причем, что аналитика распознавания очень хорошо работает, как вы видите, на таком плохом качестве может вытянуть номер и позволяет опять же, если требуется производить поиск по различным совпадениям. Это опять же, как пример открытой платформы, которая позволяет вам тестировать несколько решений на базе одной платформы. тестировать, выбирать, использовать. Для различных типов использования системы видеомоглядей, различных типов камер, вы можете выбрать именно ту аналитику, которая вам подходит, и на базе системы новостон использовать. Движком поиска закончили, перейдем непосредственно в менеджер тревог. Как вы ранее показывали, он может выводиться на любой вид его элементы, но существует отдельная закладка, которая позволяет оператору реализованно работать с этими тревогами. У нас есть возможность просмотра тревог, фильтрации по различным ее типам. Просматривать наши тревоги есть сразу же отображение на карте, где наша камера находится. Быстрый переход в саму тревогу, окно, которое уже вам знакомо, где мы можем задать различные инструкции оператору, отображается непосредственно в самой тревоге у нас в режиме реального времени наша камера, то есть у нас сейчас человек считающийся идет, мы можем просмотреть архив от тревоги, которую мы открыли, задавать разные типы фильтрации, отображать именно те тревоги, которые нас интересуют, и если требуется, то сделать репорт и экспорт данных тревог. И последняя закладка, на которую хотел бы обратить внимание, это системный монитор. В систему Mouthstone есть встроенный системный монитор, который позволяет вам мониторить различные элементы вашей системы видеонаблюдения, основные сервера, то есть это рекординг сервер, сервер управления, сервер событий и камеры. И по различным порогам, которые мы задаем в менеджменте, манилировать тревоги, то есть оператор и администратор будет в курсе того, что у нас происходит в системе. Это исключает требования к использованию, к примеру, какой-то сторонней системы мониторинга. это все можно строить на базе единой платформы Майлстоун и использовать и не использовать какие-то сторонние системы для мониторинга компонентов Майлстоун. В принципе на этом все, коллеги. Готовы ответить на ваши вопросы. Ярослав, у нас очень много вопросов. Часть вопросов я уже ответила в чат. Часть вопросов я хочу проговорить, соответственно, чтобы ответы услышали все. И учитывая огромное количество вопросов очень интересных и правильных, мы пришлем вам запись этого вебинара как раз с ответами на эти вопросы, чтобы у вас всегда информация была под рукой. Итак, касаемо распознавания лиц. Можно ли посмотреть базовый набор фото, с которыми производится сравнение лица в маске? Да, конечно. Можно. Значит, ты покажешь или скажешь? Да, 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 я на примере сейчас покажу. вот непосредственно моя учетка. логика. Спасибо. Спасибо. алена коллеги еще вопросы значит если программа задействует только gpu они видеокарту gpu и видеокарта не понял суть вопроса gpu есть видеокарта хорошо то есть на самом деле мы говорим о том что если есть я так понял возможно вопрос встроенном графическом ядре то графическое ядро встроено не используется используется встроено графическое ядро со стороны маустон смарт-клиент для декодирования видео отображения есть возможность предоставить аппаратное ускорение вот и разгрузить непосредственно процессор встроенной графической картой которая интеловская вот встроенная в графическое ядро и вывести тем самым большее количество видеопотоков на один смарт-клиент есть идем дальше и шаблоны лежат в базе данных системы распознавания лиц или есть ссылки на видеоархив все хранится в базе данных то есть идет сопоставление базы данных с видеоархивом то есть по временным меткам то видеонаблюдение очень есть такой нюанс важный это как синхронизация времени то есть между всеми компонентами которые у нас присутствуют в системе будь то камера будь то сервер записи будь то какая-то сторонняя аналитика время очень важный элемент которым требуется следить поэтому интеграция может сломаться в этот момент если у вас нет синхронизации по времени отлично следить спасибо ярослав на каком языке программирования написан и магус ты уже ответил и на каких операционных системах он работает как понимают имеет виду работает на windows на linux linux 6-битной платформы x86 64 и будет возможность использовать на арм но это пока заявлено только nvidia савьер мини-компьютер все отлично и какая операционная система на сервере ну то есть предыдущий ответ нам говорит о том что малостоун и магус нету прям требований чтобы это была серверная операционная система в данном случае у меня все работает на windows 10 есть требования к операционным системам от и до в числе одних есть и серверная операционная система из обычных пользовательских это начиная от 8 и 1 и как бы уже заканчивая десяткой так какие допустимые углы захвата лиц очень хороший вопрос потому что без него по памяти не помню там до 30 градусов вот в принципе есть техническая документация которую можем включить в презентацию да это углы там порядка 30 градусов то есть если кого-то коллеги интересуют конкретно живые проекты а не просто изучить решение то присылайте нам запросы я как бы проинформирую на какой мы это можно сделать и мы вам полностью подробно и техническую документацию сможем предоставить для изучения и даже запросить естественно дыма лицензии для реальных пилотных проектов следующий вопрос какая степень защищенности при распознавании живого лица и лица на фотографии понял судя вопроса степень защищенности я думаю что коллеги имели ввиду что есть производители систем распознавания лиц которые которых можно обмануть подсунув им фотографии то есть да 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 я я понял лайфнес такой параметр как лайфнес эту версию еще не тестировали не тестировал на лайфнес ее две версии назад не было вот но разработчик обещал ее внедрить и поэтому как бы это сейчас демо версия я на лайфнес не тестировал сказать несложно протестирую как бы дополнительно сможем дать вам ответ но из дополнительного что да могу сказать еще что эта система понятом 2 максимум 3 недели перейдет из стадии бета в так уже когда доступности полной то есть возможность распознавать и пол возраст дополнительно и будет возможность в связи с ковидом как раз это детекция лица без маски генерировать тревогу на базе того что человек ходит по улице без маски что сейчас очень актуально сейчас на самом деле очень хорошие этапы протестировать разработчиков аналитики на скорость адаптации к потребностям рынка поэтому помимо того что мы вам показываем мы сотрудничаем еще целым ряд других производителей по аналитике тема фотографии и живого лица очень актуально и да в реальных проектах это нужно и мы будем обязательно обращать на это внимание то есть ответ по протестируем проинформируем по другим производителям знаю что работает но в частности один из производителей российских с которым мы сотрудничаем это компания crt которая как аналитика распознавания лиц у них это lightness реализовано работает ли по с камерами хиквижен да камера независимая система как и маустон так и аналитика вот поэтому работает работает значит я ответила на все вопросы которые были отправлены через вопрос кроме того что касается камер хиквижен как бы у камер хиквижен есть на борту бортовая аналитика поэтому под маустон на marketplace и маустону можно найти плагины интеграции аналитики которые есть на борту камер хиквижен непосредственно в маустон которая будет доступна вам через пункт search где вы сможете выбирать вот те элементы которые интегрированы по аналитике в маустон со стороны хиквижена то есть опять же это полноценная централизованная работа с тревогами вплоть до того что есть элемент насколько знаю даже настройки этой аналитики с интерфейсом аустон значит хороший вопрос а поддерживает ли теплоаналитику имеется ввиду распознавание лиц на тепловизорах именно имагус не скажу не проверял мы протестируем да если будет тепловизор под рукой с удовольствием на самом деле в принципе тепловизора решение по скринингу уже на только технология детекции лица чтобы определить именно в этой зоне температуру там технологии распознавания лиц не используется и распознать по пятну красному лицу не получится никак так переходим по вопросам которые были у нас в чате соответственно вебинара какой процент распознавания лиц маски мы уже ответили вы видели да там процент подсвечивается он достаточно высок процент соответственно если у объекта шапка черные очки маска вот как раз у меня в шапке вот сейчас демонстрация вот и после этого фрагмента я одену очки как раз можете увидеть такой процент даже здесь вот я натягиваю шапку на глаза вот буду опускать лицо то есть как бы ловит распознает местная проблема что это распознавание непосредственно девушек с волосами если волосы сильно пышные и они как вот шапка купол вот и оденут маску то здесь к сожалению будет проблематично распознать потому что это уже параметр паранжи да то есть если человек оденет паранжу то уже никто не распознает как сильно любая система сколько каналов распознавания поддерживается мы ответили неограниченно лицензирование происходит по канале интересный вопрос имеется ли какая-то привязка архитектуре процессоров и если да то ожидать двига в сторону аппаратной независимости это как относится к малостону или к системе распознавания лиц вопрос про систему распознавания лиц это тупил в части когда ты рассказывал про распознавание лиц есть привязка когда если яска к аппаратным к аппаратному айди вот уточню по поводу там ухода от этой технологии вот сейчас затрудняюсь ответить но на сейчас это привязка к аппаратному айди то что мы наблюдаем и все время спрашиваем у вендоров я уже немножко говорила может быть кто-то присоединился позже поэтому не услышал мой ответ сейчас распознавание номеров работает уже на борту камер за счет мощности процессора распознавание лиц пока требует больших вычислительных мощностей поэтому на камере пока полноценное распознание лиц работать не может вот поэтому отсюда мы конечно же думаем что вендора будут выпускать камеры новых поколений с более мощными процессорами на которых аналитика сможет работать но по нашим оценкам это точно не этот год это возможно следующий вот в этом году уже появилась у той же ханвы ярослав упоминал аналитика с возможностью как раз детекции типа человека цвет одежды и так далее так далее кстати у нас будет вебинар буквально послезавтра по ханве где мы подробно остановимся на аналитике которая которую выпустил бендер вы можете также присоединиться и послушать соответственно еще вопрос система лицензируется на камеру мы уже ответили быстро ли проходит обучение алгоритма и как это происходит именно по распознаванию номеров я думаю и по распознаванию лиц это ревантный вопрос но здесь обучение как бы никакой не происходит но опять же есть как бы требования по определенному установке камер вот определенное количество пикселей на номер и все то есть дополнительно никакие обучения не производится то есть аналитика уже сходу готова к работе и что касается лица аналогично то есть вам требуется всего лишь подгрузить належащего качества фотографии в базу данных и она начинает работать сравнивая объекты которые появились камеры с базы данных которые вы заводите отличный вопрос возможность предоставления доступа по распознаванию лиц номера или лица да это возможно судура называется верификация то есть идентификация когда мы можем задетектировать лицо определить кто этот человек и понять что этот человек например там иванов иван иванович а как раз по сопоставлению его лица и прав доступа можно организовать логическую связку когда лицо используется как биометрический элемент доступа в системе контроля доступа это типичные проекты в на всех промышленных предприятиях на текущий момент на гос объектах объектах повышенной важности когда используется двойная идентификация например распознанное лицо плюс карта доступа или распознанное лицо плюс отпечаток пальца да это уже есть в живых проектах это работает и как раз молстон в этом плане очень хороший инструмент для реализации таких проектов потому что у молстона есть возможность организации связок логических если то есть если лицо распознано то мы что-то делаем например предоставляем возможность даем управляющую команду контроллеру еще вопрос распознавания номеров только по номеру или по марке автомобиля все зависит от решения которое интегрировано молстон распознает только по номеру решение которое вам демонстрировал который мы сейчас тестируем это вежа она распознает марки машины по цвету машины вот ну соответственно по номеру машины также решение которое было продемонстрировано на видео на борту камеры axis но распознает по всем параметра автомобиля, то есть это модель, марка, цвет. Все зависит от решения, которое вы собираетесь использовать. Но такие решения есть, и все зависит от задачи. Если требуется только номер использовать, можно использовать решение попроще. Если требуется более широкий функционал, то есть не проблема, у нас есть что предложить вам для закрытия ваших потребностей. Да, также к этому списку относится производитель автомобильных модулей распознавания номеров компания VIT, которая использует модуль автокод. Он также в первом Моллстоун и также в новой версии уже умеет распознавать не только номер, но и марку автомобиля. По поводу шаблонов для одной страны Ярослав уже комментировал. Количество номеров, количество стран достаточно большое. У разного вендора это разное количество, но на текущий момент не менее пяти для одной страны. Общее количество порядка 100, 50 и более стран. Какое количество одновременно работающих правил на канал? Тут я попробую... Правило, скорее всего, да, это с Agent VIM связано, ограничений на канал нет. Опять же, все зависит, упирается в аппаратные ресурсы. То есть можно на одной камере, на одном канале несколько аналитик использовать, как одного производителя, так и нескольких производителей, особенно, ну, если, опять же, они забирают поток непосредственно с Моллстоун. Потому что у каждой камеры, какая бы она ни была, есть ограничения в потоке. Если эта аналитика берет поток непосредственно с камеры, то рано или поздно вы все-таки упретесь в предел камеры, непосредственно с самой. Поэтому при выборе аналитики, режимов и способов интеграции между компонентами требуется всегда обращать на это внимание. Вот, потому что в дальнейшем где-то может это, так сказать, вылезти блоком. Есть еще один вопрос. Сколько изображений может быть в учетке? Опять же, неограничено количество. То есть мы можем добавлять, добавлять, добавлять. Ну, максимально 20-30 добавлял, но смысла больше как бы я не проверял. Документации, где ограничений не было, поэтому если требуется именно узнать точное количество людей, ну, объектов и фотографий в объекте, то есть я могу это узнать. Так, поддерживаемые бренды. Хороший вопрос, он был, скажем так, ну, если говорить про Молстон, то это 9000 различных моделей от более чем 200 брендов. Соответственно, это позволяет вам запустить на этих камерах любую из аналитик, которые мы вам сегодня показали. Если говорить про, например, конкретные решения, связанные с распознаванием номеров на борту камер, то мы уже перечислили это, эти решения анонсировали компания Аксис Коммуникейшнс и Ханват Эквин. Мы думаем, что количество брендов, которые будут за счет своих процессорных мощностей уметь распознавать номера на борту, будет расти, и все эти результаты вы сможете получить в Молстон, если эти вендора будут интегрированы вот в этот интересный функционал «Centralized Search». Так, и возможность предоставления доступа с одной камеры на несколько точек прохода в поле зрения. Тут я, как понимаю… Совсем да, ты тоже понял вопрос. Отображать видео просто как бы не проблема. Смотрите, коллеги, мы говорим про ракурс. Мы вам пришлем несколько материалов, в частности, непосредственно я, как автор, писала статью для одного из журнала, как раз освещала вопрос базовые термины по системе распознавания лиц. Почему, что такое плотность пикселей, как ее важно получить, на что она влияет. И если говорить про распознавание лиц, например, в потоке людей, сегодня был такой вопрос, и я на него отвечала, то либо мы должны с вами идти в сторону увеличения разрешения используемой камеры, тогда мы берем и считаем плотность пикселей на каждое потенциальное лицо в сцене, либо мы с вами ограничиваем ширину прохода, и стандартные камеры, например, там 2, 3, 4 мегапикселя, решаем задачу распознавания номеров в потоке. Соответственно, это делается все как бы методом обычной калькуляции с помощью калькулятора, который показывает нам плотность пикселей, и мы должны обеспечить для распознавания лиц плотность пикселей минимум 250 пикселей на метр. Это лицо человека, которого мы знаем, и 500 пикселей, точнее 500 пикселей данных на метр лицо человека, которого мы не знаем, то есть незнакомого человека. Это базовые вещи, которые едины для абсолютно всех алгоритмов распознавания лиц. Если этот параметр выдерживается, значит система будет работать. Если не выдерживается, то ни одна система работать нормально не будет. Вы это хорошо понимаете, я думаю, по запросам ваших заказчиков, когда заказчики имеют обзорные камеры видеонаблюдения, и они хотят от вас, чтобы вы им доставили функцию распознавания лиц. Вы приходите на объект, обследуете эти камеры, смотрите ракурсы и понимаете, что камера установлена на высоте 4 метра, смотрит длину 20 метров, и лицо на такой камере распознать просто невозможно, потому что плотность пикселей не удастся получить для распознавания лиц. Вот, поэтому на самом деле мы вам с удовольствием поможем с такими материалами, которые помогут вам в коммуникации, в правильной. Пишите нам, пожалуйста, запросы на наш email milestone-sobachka.softprom.com. Если есть проекты, в которых требуется наша помощь, и нужно выдать спецификацию или нужно помочь с анализом задачи, или необходимо проанализировать релевантность требований заказчика, или наоборот подсказать, какие задачи можно решить в условиях проектов по безопасному городу, по промышленности, мы с удовольствием вам поможем, потому что у нас огромный опыт и, соответственно, большой практически, как говорится, багаж за нашими плечами. Еще есть несколько вопросов, работает ли ПО с протоколом ONVIF? Да, конечно. ONVIF и от RTSP, то есть без проблем общепринятые протоколы, интеграция, они применимы. Значит, еще вопрос, может ли работать ПО на виртуальных машинах? Да, конечно. Все, что тут проговаривалось, есть в полной документации по данным ИПО. Совершенно верно. Если говорить про производителей, то полная документация по Mailstone доступна на английском языке в публичном доступе. Напишите, пожалуйста, кому интересно, потому что вы сможете ее найти, но там так много документов, как говорится, если есть желание читать, то это желание, ну как бы вендор вам дает возможность читать много. Если вам нужны конкретно мануалы или руководство по установке, по настройке, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы вам четко дадим ссылочки, чтобы вам сузить круг этого поиска. Касаемо Imagus, касаемо распознавания номеров, да, конечно, мы готовы предоставить полную техническую документацию для того, чтобы вы могли в спокойном режиме все это почитать и изучить. Есть ли у нас какие-то еще вопросы, коллеги? Мы очень вам благодарны за активность. Видим, что тема аналитики и распознавания лиц, распознавания номеров и другой аналитики очень актуальна. Мы понимаем, что этого хотят заказчики, рынок уже созрел к этому. Наша миссия в том, чтобы дать вам качественные решения и те возможности, которые однозначно будут демонстрировать вашу техническую компетенцию в глазах заказчика. То есть мы заинтересованы в том, чтобы те решения, которые вы внедряли, они действительно решали задачи заказчика, они показывали вашу высокую компетенцию и профессионализм, поэтому вы можете нам задавать абсолютно любые сложные вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok